Stranded Alien Dawn, ну или Даун, как там... Всем здарова ребятки, меня зовут Павел и рад приветствовать вас в новой серии выживания Stranded Alien Dawn на безумном уровне сложности. В прошлой серии мы хорошо отпраздновали Новый Год, в этой мы упоримся с вами в изучение технологий, сбор урожая и изготовление одежды. Постараюсь полностью игнорировать вообще нападения, заколочу всех внутри дома, сейчас мы чуть-чуть дерева когда соберем, поставим еще парочку столов, как они правильно, научные столы, и будем методично изучать все, собирая урожай. Все это я буду делать на самой максимальной скорости игры, потому что это достаточно такие простые активности, так скажем, и мне уже не нравится, что Эмилин у нас вообще абсолютно только в шляпе и в ботинках ходит тут. Хотя снаружи вроде бы как 15 градусов, плюсовая, и обычные простуды пошли уже. Мда, нехорошо, нехорошо. Выделил тут некоторое количество членистоногих, пускай с них мяско соберут, чтобы у нас было разнообразие пищи. А сейчас у нас, ой, у котины нервный срыв, а что с тобой? Ну без штанов-то да, такое себе, я бы тоже рад не был. Сейчас у нас из пищи есть зерновая каша и мясной суп, при этом на мясной суп у нас осталось совсем мало мяса. Давайте вот здесь вот выберем 3-3 и наверное даже, ну да, когда у нас появятся грибы, будем делать всего по два. По две каши, две порции мясного супа и по две порции овощного рагу или как там оно правильно называется. Так, Кен, слушай, дорогой мой, а ты мне скажи, у тебя во вкладке действия, что у нас там стоит? Кажется, шитье первым делом. Если ты принялся управлять настенными факелами, значит у тебя не назначена задача. Да, все верно, при этом в шкафу у нас лежат только одни ботинки, что у нас вообще по одежде? Ох ты, как быстро ломается соломенная шляпа. Я думаю, мы начнем сразу со штанов. Для термоштанов нам что нужно? Вы знаете, ребятушки, я тут поразмыслил. Со штанов нам лучше не начинать, лучше начать с рубашек. Аргументирую свой выбор тем, что совсем скоро мы изучим волоконную броню. И так как очень часто насекомые кусают нас за ляжки и за пятки, то именно на эти наиболее часто повреждающиеся части тела, так сказать, лучше надеть именно броню. А сейчас мы зайдем вот в меню верстака портного, выберем рубашку и сошьем их штучки четыре. И сделаем выбор в пользу ткани. Я надеюсь, Кен у нас сейчас успешно все это дело начнет делать, да, Кен? Ну-ка, призвать, отозвать. Да, действительно, взял материал и начал шить рубашки. Какой же ты молодец. Ой, и миско у нас пополняется. Эмилин, какая ты молодец. Все молодцы у меня сегодня. Новое гнездо насекомых? Вот это событие. Невмония у котины, блин, нехорошо. Новое гнездо насекомых? Ой, а это прямо рядом. А зачем настолько близко? О, рум-пом-пом-пом. Какие они тут грозные, шипохвостые насекомые. И количество у них довольно внушительное. Я думал, их будет поменьше. Раз, два, три, четыре больших. Ну и по мелочи. Маленьких, да? Какие вы страшные, ребята. Ой, фу. Значит, со временем нужно будет исследовать изготовление оружия. Или отправить кена во время исследования куда-нибудь вот сюда. К обломкам космического корабля. Скоро сгниет шесть порций пищи. Ну и надеюсь, ребятки успеют его скушать. Че у нас тут по мясу чуть-чуть больше стало. Вот этих тоже можно выделить товарищей. Из-за того, что у нас снаряжение-то исхудало все, наши поселенцы получают дебаф едва одетый. Целых минус девять единиц. И очень часто начинают психовать. Нужно как можно быстрее, блин, изготавливать рубашки. И вот первая, кстати, прямо сейчас и готова. Ну-ка, Эмилин, как самая раздетая дама. Доделывай богомола и... Надевай рубашку. Ну, гипотермия легкая. Да, я вижу, понимаю. Ну вот, уже как-то хотя бы наполовину, да, одели ее. А почему у них началась рвота у всех? Потому что они едят этот суп. Так его надо выбросить. Ну вот и хорошо. Теперь еды нет готовой. Зашел я тут во вкладку действия. И у всех, кроме повара, выставил изучение на второй уровень. Вот тут вот посмотрим, что из этого выйдет. Тем временем у нас вторая рубашка готова. И давайте оденем Катину в рубашку. И она ожидает лечения. У нее пневмония. Блин, как нехорошо. А кто тут рядышком есть? Эмилин, помоги Катине. Принеси ей волшебную пилюлю. Отлично. Теперь у Катины у нас иммунитет. Ну что ж, продолжим восстанавливаться дальше. Эх, сидел я тут, ребятушки. Спокойно попивал чаек. Смотрел, как Кен шьет рубашки. Эмилин готовит вкусные, изысканные блюда. Катин решила, что нужно подлечить раку от пневмонии. Но есть одно маленькое но. Вот такое вот, ну уже получается не особо оно и маленькое-то, но. Четыре здоровых, мясистых, непонятных, на что похожая вообще эта штука. Они высокие, здоровые, агрессивные максимально. И как мне сейчас с этим бороться, я не представляю. Потому что, как я уже и говорил, я довольно многих вещей в этой игре опасаюсь. Стараюсь все продумывать, но. Эти штуки такие большие и массивные. Я, не, не, мне прям не по себе становится. Давайте сразу выберем Кена и пускай он сносит фундамент у нас здесь. Прямо вот сейчас его отправим. На всякий случай, чтобы никто у нас не вышел. Вот, хорошо, молодец. Иди шеи рубашки дальше. Интересно, а вот эти вот. Ой, как бы их назвать-то. Ну, это прям монстры, да. Я не придумал оригинального названия. Вот эти монстры, они насколько вообще сильные, агрессивные и умные. Они вообще за... Как-то... Все, я запутался в словах. Они как вообще к посевам относятся? Считают ли они их съедобными для себя? И являются ли посевы для них привлекательными? Интересно, интересно. Риск нервного срыва у раки опять. И для меня это очень странно. Почему? Потому что декор внутри поселения... Поселение, говорю, помещение у нас есть. Спят они в отдельных спальнях. Ой, а я, наверное, понял, почему у них риски нервного срыва. Ну, помимо того, что у них нет одежды. Мне кажется, кажется, что нам нужно изучить. Видите, у них тут отдых потихонечку увеличивается. Потому что они ничего особо так внутри помещений-то не делали, кроме исследований. И мне кажется, что ребятам нужно изучить вот эту вот тренировку сна. Звучит это примерно так. Существует ряд хорошо известных методов сокращения цикла сна. Однако они должны быть адаптированы к инопланетной среде. Ну, такое-то. Хе. В результате этого исследования выжившим будет требоваться меньше времени для сна. Чтобы полностью отдохнуть. Ну, в общем, как-то так. Не велите казнить, как говорится, с дикцией у меня небольшие трудности. Из-за этого и ролики стали. Короче, просто немножко приболел этот гриб, зараза, такая. Как и в игре есть, так и в реальной жизни у меня появился. Блин. Ну, не думаю, что я прям сильно косячу по звуку. Надеюсь, по крайней мере, что это не так. Эмилин, ты вот прям сейчас решила выйти на прогулку. Блин, нифига себе они шагают. Вот это у них, конечно, это прям танки, танки. У них получается и того шесть лап на каждого, да? Вот это, видимо, ноги. Вот передние, задние или, ну, лапы, да? А это... Это у них, видимо, для охоты. Так, да, какие-то они, блин, грозные, серьезные. И он вот сразу пошел вот сюда. Я надеюсь... Ой, фух. Да, он не проходит. Семнадцать урона он наносит за раз. Ничего себе. Ничего себе. Мне еще напомнили люди в комментариях, что у нас же еще есть такие штуки, как жужелицы, крикуны. Там вот это все дело нехорошее. И эти птицы еще же есть, которые вроде как в этом патче через крышу не атакуют. Но у нас нет ни турели, ничего, чтобы бороться с птицами. У нас только луки. Слушай, Рак, открой дверь-то. Че ты стесняешься? Ой, как мало мы наносим им урона. Вот это прям печаль, беда. Ну, все не так опасно, как я предполагал-то. Не так опасно, но есть особенность. Они сильно разбредаются, в отличие от тараканов. Тараканы и богомолы в основном вот здесь вот в этой лужице кружат. Че-то пытаются исполнить. А эти просто, ну, убегают, ходят где-то вот туда аж. Ничего себе. Ну, мы на них отвлекаться и особо не будем. Котина, исследуй дальше волоконную броню. Нам всем нужны штаны. Слушай, Кен, а ты бы это... Закончил бы рубашку на самом деле еще одну, третью. Сам бы надел, а то у нас Ракха вроде в курточке, а ты прям с голым торсом. Нехорошо как-то, да? Ой, минус два уже тем временем. Да ладно. Ой, так это и лучше, когда вот эти... Носороги... Ну, как их не... Носороги? Не носороги. Как бы их обозвать-то сейчас, блин? Кого-нибудь отправлю их изучать, чтобы узнать название. Это правильное. Лучше, когда они нападают, однозначно. Потому что их меньше, и вот все нападение продлилось буквально несколько часов. Хорош. Пускай Ракха сразу полы восстанавливает. И вот на эту штуку нажмем, и пускай они ее наблюдают. Блин, у Кенов началась пневмония. Она тоже подавлена. Хорошо, что у нас есть антибиотики. Но забавно то, что у нас для рубашки кончились ресурсы. Нам просто ткани не хватило. Может быть мы в этом рецептике используем синтетическую ткань. И прямо сейчас отправим Кена шить рубашку, дошивать. Чтобы он ее хотя бы надел. Открытие Юнона Длинноногая насекомая. Очень агрессивный вид, который я назвал Юнона. Боевое поведение, которое мы наблюдали, в сочетании с моим посмертным впечатлениями, наводит на мысль, что альфа-охотник, который использует свои короткие передние конечности, чтобы рубить и рвать свою добычу. Он исключительно плотояден, быстро бегает и очень вынослив. Несомненно, это угроза, которую следует воспринимать всерьез. То есть посевы вот этим Юнонам неинтересны, получается так. Рака, рака, ну там же остался один процентик, ну. Два, да изучай, да ложись спать. Исследована волоконная броня и тем временем еще и... А, нет, нету рубашки. Одну из рубашек надел Ракха, получается Кен сейчас шьет рубашку на себя. А сколько мы можем с Юноны, вот с этой 45 единиц мяса, с одной Юноны? Конечно мы их разделаем. Три. А вот четвертая лежит. Замечательно. Пока ребята тут занимаются вот разделкой, пошивом, изучением... Кен, подожди, надень сразу, сразу надевай рубашку. Я тут задумался кое о чем. А когда я раньше играл в зеленом регионе, была такая тенденция, когда появлялись новые монстры, то в каждую новую волну количество последних нападавших монстров увеличивалось. И разнообразия не было. То есть сначала были просто тараканы, потом они приходили все больше и больше толпой, потом приходили богомолы больше и больше толпой. И с птицами, вот с этими, я не знаю как их назвать, не птицы, а летающие жуки, в общем. Надо выбрать им исследование дальние путешествия пока и разделку космического корабля в очередь поставим, пока я тут рассуждаю, да? Ну так вот, если сейчас появились юноны вот эти, и с патчем с новым разнообразие не принесли в игру, именно которая разнообразие нападения монстров, самих-то монстров новых добавили, понятно. Не получится ли так, что этих юнон нападающих будет с каждым разом все больше и больше? И это на самом деле было бы для меня большим разочарованием, ребятки, да, наверное, так я это назову. Почему? Потому что где-то примерно через, ну, я бы не сказал, что ну максимум полгода игровых, да? Ну это прям максимум-максимум, я уже планировал, как повезет, либо найти оружие здесь, либо оснарядить им арбалеты, копья там, ну по максимуму, короче, вооружить наших ребят. И вчетвером всей пачкой я хотел бродить вот по окрестностям уже, прям всей пачкой вручную, и исследовать тут кактусы, всякую растительность и так далее. И в основном, конечно, интересуют исследования. Ну, да, наверное, повторюсь, да? Вот все эти кактусы, всякие вот эти деревья, вот это все, что здесь вот находится, я хотел изучать, строить. Вот в меню лагеря у нас есть спальные места, на которые никакой ресурс не требуется. То есть, грубо говоря, мы могли бы всей пачечкой ходить между волнами и что-то здесь исследовать. Но если будут нападать каждый раз юноны, мы тогда рискуем где-нибудь там и погибнуть, и остаться, потому что эти штуки довольно быстро ходят и довольно много урона наносят. Надеюсь, что это будет не так, что они будут... О, обломки разбившего космического корабля. Надеюсь, что не только юноны на нас будут нападать, и мы сможем безопасно путешествовать по карте. Итак, обломки разбившего космического корабля, разбившегося. Вдалеке был замечен рухнувший большой горящий объект, определенно обломок космического корабля. Если оставить все как есть, все, что можно спасти, погибнет в ближайшие дни. Откроется экспедиция места крушения. Так, ну мы с вами сейчас тут посмотрим. Нам нужно на воздушный шар 50 единиц кожи, 10 металла и 20 веток. А что-то у меня ветки кончились. Освещение многовато, да? А какая площадь нам нужна на воздушный шар? Сейчас мы посчитаем. 7 на 7 фундаментов у нас воздушный шар. И поэтому можно, наверное, и разметить сразу такой фундамент. Да, к сожалению, с этой стороны дома такой фундамент не вмещается. Придется что-то изобретать. Всего 510 единиц сена нам понадобится. Мы, наверное, еще вот здесь вот тоже разместим. Каким-нибудь незамысловатым образом. Вот так вот, чтобы ребятам было куда ходить. И вот здесь вот разместим вот этот шар. Не, ну я просто гений. Конечно, да, непризнанный гений. Стенами даже обносить его не буду, пускай так стоит. Единственное, что нам нужно... Вот это сено сейчас надо будет собрать. Прямо все. Тут в каждой по 30 единичек. И их тут 28. Да, хватает. При этом совсем скоро у нас будет готов урожай ткани цвета. И пальмовые кусты, наконец-то. Где у нас тут сено лежит? Не маловато ли нам сено будет? Агрессивные животные, 106 единиц. 106 единиц и это третий час. Не, 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 ребята не успеют от слова совсем. Ну, что же. Давайте просто скипнем это нападение. Зачем нам на него смотреть? Ничего же интересного не будет. Да, ну-ка выделяем сразу снести. Кен, ты что делаешь? Ничего ты у нас не делаешь. Сноси грунтовый пол. А что у тебя по отдыху? 34%? Да не, не буду я рисковать. Сноси грунтовый пол. И идите, если что там. Возможно уже первые фундаменты начнете строить. А я пока выберу вам вкладку исследования. Тут разборка космического корабля. Все хорошо. Стройте, ждем нападения. Отбиваем его. И я подключусь. Единственное, что скажу, что пока что я назначу Кену изготовление волоконной кожи. У нас тут есть 66 единичек еще. Плюс 10, которые он взял. Итого у нас будет плюс 70 единиц волоконной кожи. Чего нам в теории хватит на 4 пары штанов. Не хватит нам на 4 пары штанов. Ну ладно, на сколько хватит, на столько хватит. Да, вот я гений. 30 умножил на 4 и получил больше чем 130. Не знаю почему. Получается-то 120. Но исходя из этого нам вполне хватает на 4 пары штанов. Такие пироги. Вот такой я математик. Пока ребятки наши воюют, скажу, что Катина улучшила интеллект до 4. И я попросил ее выключить все печки. Потому что у нас появилось событие экстремальная жара. За время нападения, как я уже и говорил, у нас тут событие экстремальная жара. Температура снаружи на 20 градусов выше, чем обычно. И собственно так оно и есть. Снаружи 50 почти градусов. Внутри 40, 39, 40. Ну короче, нам очень жарко. Нам очень и очень жарко. Хорошо, что у нас есть хотя бы соломенные шляпы. И ребята у нас получают дебаф вспотевший. Что не есть хорошо. Нужно как-то продумать. Либо блин, два комплекта одежды делать. Один на влажный сезон, другой на сухой сезон. Чтобы ребята либо не потели, либо не мерзли. Как-то так. Или выбрать что-то среднее, я не знаю. И потом, когда мы поставим кондиционеры. Ой, Ракха, кстати, бой улучшил до 5. А Эмилин, по-моему, до 7 у нас улучшила. Ну да. Даже почти до 8. Так вот. Либо им что-то среднее сейчас надевать. Либо делать впоследствии два комплекта одежды. Но подумаем, подумаем. Для начала у нас вот какая задачка есть. Кстати, у нас еще задачка есть, Ракха. Подожди, подожди, Ракха. Пожалуйста, не делай этого. Копировать и... Ракха, Ракха, стой. Стой, построй грунтовый пол. Пожалуйста. Вот это для начала и отремонтируй вот эти два. Иначе вы не выберетесь. И не достроите воздушный шар. Молодец, Ракха. Давай вот это ремонтируй. Срочно, срочно. Я чуть их не забрикадировал, блин, своей постройкой. Да не надо строить пол. Ремонтируй этот. Эмилин, что? Эмилин! Призвать тебя. Ракха. Иди ремонтируй грунтовый пол. Возьми вот это сено. Да. Фух, Эмилин, ты чуть нас сейчас всех не подставила. Пришлось же бы разбирать все это дело. Вот это вот. Обалдеть. Вот это чуть не влипли. Все, Эмилин, теперь давай занимайся дальше тем, чем занималась. Блин, а неплохо вышло. Я не знал, что так можно делать. Но у нас здесь в шкафу лежала куртка чья-то. По-моему, Ракхи. Он ее снял. Где-то вот та вот эта куртка лежала. Я, короче, ее разобрал. С нее выпало 15 хлопка. Эмилин это сделала. И отнесла сюда. И теперь у нас ткани сюда хватает. Я не знал, что так много дропается ресурса при разборке. Это очень хорошо. Ну и нам еще, короче, осталось палки и сено вот это все собрать. И будет у нас все замечательно. И мы сшили первые волоконные штаны, наконец-то. Кен. Какой ты молодец, а. Теплостойкость не меняется. Холодостойкость увеличивается на 8. Хорош. Давайте выберем Эмилин. Где ты тут? Ой, сейчас у нас экстремальная жара. Тебе пока что штаны не нужны. Но как придешь домой, мы тебя в них оденем. Обязательно посмотрим, как это выглядит. Пока вот тут срубали сено. Еще не все перенесли. Наконец-то созрел полноценный урожай. Хлопка. Блин, ребята, полноценный урожай. Котина собирает. Периодически с неудачами. Ничего страшного. Улучшает земледелие. Эмилин все это переносит. Рак достраивает уже пол. Блин. Кен тоже красава принялся за ткань. Скоро новые штаны еще успеет сделать. И мне бы очень хотелось, чтобы... Еще бы вот крокожника мы чуть-чуть собрали. Было бы прям бомбово вообще. Но это мы, наверное, уже в следующей серии с каракожником-то разберемся. Вроде на штаны-то нам хватит. Да. Вот он наш первый воздушный шар. Наконец-то. Описание. Транспортирует исследователей в отдаленные места. Это устройство использует жидкое топливо для работы. Жидкое топливо можно получить из обломков космического корабля. После изучения его можно смешивать из масел и жиров на верстаке или ферментировать из сырого мяса насекомых. Давайте глянем в исследованиях, можем ли мы его сейчас крафтить. Химический синтез ткани нам доступен. Это не то. Для смешения топлива нам нужно сделать сначала масло. Нужно найти или произвести масло или жиры. Давайте изучим вот это. И затем поставим изучение на топливо. Ох, голодные вредители. Сто тридцать пять штук. Прямо столько? Слушай, Эмилин, я понимаю, тепловой удар, все такое. Давайте сначала перетащишь ткань, а потом вы все заново засадите. Сколько у нас тут хочу посмотреть на наши запасы. Ох, как хорошечно. Пятьсот девяносто единиц ткани, а. Ну, лежит здесь меньше, но здесь еще кусочки. А что вы пришли кушать-то, таракашки? Сто тридцать пять, блин, штук. Обалдеть. В следующий раз там через сколько? Через год сколько у вас будет приходить? Тысяча? Такая игра просто не загрузит столько. Ну ладно, ребятушки, это все не беда, это все мелочи. Сегодня мы можем запечатлеть нормальный такой прогресс. У нас наконец-то есть воздушный шар и целое плато для него. Вот это да, вот это уже новый уровень какой-то. В следующей серии обязательно на нем полетаем. Ну а эту, пожалуй, на сегодня закончим, да. Большое спасибо вам, ребятушки, за просмотр. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Ни в коем случае не болейте. Всем вкусного чая и добра!